Итоги уходящего понедельника На пепелище дома своего. В Стасевке сгорела жилая постройка. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Школьный двор и смех подружек. В стране прозвенел последний звонок. Это как мои родные дети. Мы с ними очень много пережили. Куда уходит детство? А также экономическая политика. Телефонные мошенники. И майские грозы. Конец месяца знаменуется пасмурным небом и кратковременными дождями. Каким будет календарное лето? Трудности не повод для паники. Но рассчитывать, что ситуация с санкциями разрешится сама по себе, не следует. Об этом президент заявил на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики. Александр Лукашенко констатировал, госпредприятия сталкиваются с барьерами, которые были искусственно созданы на внешнем контуре. Отечественные компании испытывают сложности на всех этапах производственного процесса. От закупки сырья до продажи на экспорт. Генеральная задача власти – обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние грабительских санкций на трудовые коллективы. Радуюсь, что люди сами адекватно понимают ситуацию, поддерживают наш мирный курс на развитие, ну и в конце концов держатся за работу. Понимают, что может произойти. Глава государства также подчеркнул, если не закрепить в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов, то можно провалить всю экономическую работу в целом по стране. Перед руководителями на местах четко обозначены абсолютно земные задачи. Среди них один-два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом регионе. От профилактической беседы до защитного предписания. В Бобруйске прошла акция «Насилию в семье Стоп». Каждый месяц в городе фиксируется около 200 бытовых конфликтов. И это только те, кто прибегают к помощи милиции. Причины разные – от алкоголя до социального образа жизни. А те, кто переходит все границы – Ольга Васенда. В этот дом на шестом участковый заходит чет ли не каждый день. Под особым контролем. Антисоциальная семья. Иначе не назовешь. Хозяин пенсионера живет с двумя взрослыми детьми. Из-за инвалидности те нигде не работают. Дочь признается, на этой почве ругань отца и сына уже стала привычным делом. Причина разлада – алкоголь. Я не могу ничего сделать. Я не могу говорить, а он не слушает. Говорит, давай разменяем к отцу, мы разъедем. Сами каждый день скандал. Каждый месяц в Бобруйске фиксируется около 200 бытовых конфликтов. Одна из самых частых причин, которая приводит к семейному насилию – злоупотребление спиртными напитками. Отсюда – жалобы соседей и вызов милиции. Хорошо, если обходятся без трагедий. В первую очередь, если мы видим, что человек обратился к нам и с жалобой или сообщением о том, что по отношению к нему или к ней совершаются противоправные действия, то, естественно, он инициатор этого конфликта. И если он находится в состоянии алкогольной отмене, да и даже и находится в трезвом, мы, естественно, изолируем. Мир и воздействие – от административного ареста до штрафа. Плюс повестка в наркологический диспансер. Там уже на учете состоят почти 3000 хронических алкоголиков. Как отмечают специалисты, еще один эффективный способ – защитное предписание. Документ обязывает агрессора покинуть жилье на срок от 3 до 30 суток. Также действует запрет на общение с жертвой вне дома, звонки по телефону, попытки связаться через интернет. Нельзя распоряжаться и совместной собственностью. Каждое четвертое убийство в Беларуси совершает именно близкий человек. Ежегодно тех, кто неверно интерпретирует фразу «пока смерть не разлучит», становится больше. Жертвами домашних агрессоров в 2022-м стали 23 человека. Статистика растет в геометрической прогрессии. За весь прошлый год на этой почве погибло 22 человека. К проблеме подключаются территориальные центры с кризисными комнатами. Именно туда могут обращаться те, кто оказался в опасности. В режиме 24 на 7 работают и службы психологической поддержки. Помогают как жертвам, так и агрессорам. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Финальный саундтрек. Бобруйский школьник погиб под колесами поезда. ЧП произошло в пятницу на остановке Киселевича. 17-летний подросток переходил пути по пешеходному переходу. Предварительно он был в капюшоне и наушниках и не заметил состав. Специалисты опросили очевидцев и назначили экспертизу. По данному факту, Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователи обращаются к очевидцам произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону, который вы видите на экране. Буквально за неделю до происшествия на этом же участке под поезд Гомель-Минск попал велосипедист. 18-летний парень также был в наушниках. Он не посмотрел на мигающий световар и пронесся через переезд. Молодого человека забрала скорая. К счастью, случай не стал фатальным. Огненный уикенд. В Бобруйском районе горел частный дом. Сообщение о пожаре в деревне Стасевка поступило около 7 вечера воскресенья. К моменту прибытия спасателей постройка полыхала огнем. Уже частично обрушилась кровля. Внутри, к счастью, никого не было. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и некоторые имущества в доме. Пострадавших нет. Причина на данный момент выясняется. Одной из предполагаемых версий специалисты называют нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования. В Бобруйске спасатели справились с еще одним ЧП. На Минской задымилась Мазда. МЧС вызвал сторож гаражно-строительного кооператива. В этот момент хозяин находился на месте. Огнеборцы мгновенно ликвидировали возгорание. Пострадало подкапотное пространство. Предположительная причина – неисправная электропроводка. Отмененный рейс, пассивная кампания и очередной развод. Более одного миллиона долларов отдали доверчивые белорусы мошенникам. Как не остаться ни с чем. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первые станции дезинфекции транспорта на белорусской границе обустроят к сентябрю 2023-го. Сразу они появятся в пунктах пропуска Козловичи, Берестовица и Брузги. Затем в литовском и латвийском направлениях. С 1 мая процедура стала обязательной. Для въезда в страну нужно обработать автомобиль. Белорусы отдали мошенникам больше миллиона долларов. С середины марта как минимум три потерпевших каждый день. Аферисты звонят из-за рубежа. Злоумышленники, напомним, представляются сотрудниками СК и сообщают, что кто-то из родственников попал в аварию. Помочь в опросе предлагают за деньги. В Белоруссии завершена весенняя пассивная кампания. Упор в этом году сделали на лен, рапс, сахарную свеклу. Аграриям удалось увеличить объем минеральных удобрений и провести весь комплекс работ в технические сроки. Также расширили территории под гречиху и кукурузу, чтобы полностью обеспечить потребности страны. Белавиа не будет летать в Израиль из-за отказа обслуживать наши самолеты. Компания гарантирует возврат стоимости билетов в полном объеме тем, кто приобрел квитки на рейсы «Минск-Тель-Авив-Минск», а также на новый маршрут, который делает техническую посадку в Баку. Первые полеты были запланированы уже на 2 июня. Май финишируют неустойчивой и прохладной погодой. Ночью и днем ожидается небольшой дождь и грозы. Утром возможен слабый туман. Столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. Такой прогноз будет и в начале лета. Температура по-прежнему находится ниже средних многолетних значений. Пышные банты и белые колготки. По всей стране прозвенел последний звонок. В Бобруйске «Прощай школа» сказали больше тысячи 11-ти классников. Торжественные линейки по традиции прошли на территории учреждения образования. Прозвучали поздравления от учителей, родителей и малышей. Вальс выпускников – красочный элемент праздника, который растрогал каждого. Незабываемые эмоции. Очень много всего приятного сегодня произошло. И подарки от родителей, и от младших классов. Очень все классно. Это очень волнительный день, потому что это мой первый выпуск в моей жизни. Я с ними с пятого класса и до одиннадцатого. Поэтому для меня это как мои родные дети. Мы с ними очень много пережили, много прошли. Они самые лучшие. Уже с первого июня у ребят начнутся школьные экзамены. Вопросы в этом году остались неизменными. Следующим девятиклассникам придется сдавать историю Беларуси. А у одиннадцатых исключат этот предмет и иностранный. Добавятся тесты по русскому или белорусскому и математике. А уже 10 числа по всей стране пройдут выпускные вечера для 150 тысяч учащихся. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok